Всем привет! Меня зовут Юля. Я рада видеть вас на своем канале. Предлагаю в этом видео поговорить про итоги 2017 года, а именно про уход за лицом, за телом и за волосами. На самом деле таких частей будет две. Во второй части мы с вами поговорим про декоративную косметику и парфюмерию. А сейчас давайте уделим внимание уходу, потому что я считаю, что уход это основная часть, наверное, нашей красоты. И декоративка подкрасила, подрисовала, что-то там подрихтовала, а уход это именно сохраняем то, что дала нам сама природа и приумножаем это. Поэтому я считаю, что это основной аспект в жизни женщины. Уход за собой обязательно должен быть. И сегодня я вам покажу самые лучшие продукты, находки 2017 года, что-то новенькое. То, что вы могли еще не видеть в моих видео, либо уже в течение года наблюдали. То есть мои такие фавориты из фаворитов. И, конечно же, по праву отдаю первенство шампуню от Керастаз из линейки Кристаллист для блеска силы длинных волос. Отличный шампунь, который абсолютно не спутывает волосы во время мытья, прекрасно их промывает и не превращает в паклю. Им можно пользоваться как соло-монопродуктом, потому что он великолепный и волосы после него блестят, как из салона красоты. Если мы будем говорить про маски, то в этом году я открыла для себя вот такую Ньютон от Эстель в оттенке 861. Как видите, у меня растяжка цвета идет, то есть не однородный оттенок, не один цвет, а два цвета. И для того, чтобы сохранять цвет красивым, я использую вот такую маску не каждый раз после мытья, раз в неделю. Очень хорошо поддерживает красивый оттенок волос, убирает желтизну, если такая есть. И да, она замечательно воздействует на волосы. Действительно, волосы как после салонных процедур. Из ухода за волосами, точнее из шампуни, из органических, хочу выделить вот такой, из розовой линейки Урте Крам. Очень хороший, сначала пользовалась я, теперь я отдала мужу, как видите, почти наполовину закончили этот флакон. Тоже бережный шампунь, отлично пенится, хорошо промывает волосы, не содержит силиконов и СЛС в своем составе. Замечательный просто, что еще можно желать. И, конечно же, не превращает волосы в паклю, за что и удостоился он право находиться в этом видео. И последняя парочка из ухода, которую я показываю в этом видео, это Splat Heia. У меня это шампунь и бальзам из разных линеек, шампунь укрепление и активизация роста, а бальзам у меня объем, утолщение и сила. Классная парочка. А мне, кстати, прислали на тестирование, Марка Splat прислала подобный дуэт, по-моему, из одной линейки, объем, сила и утолщение. Но я вспомнила, что какое-то время назад я покупала сама вот то, что держу сейчас в руках и решила начать вот с этих двух продуктов, чтобы у них не вышел срок годности. Очень-очень-очень довольна. Бережный мягкий шампунь, который отлично промывает волосы, хорошо пенится, приятно пахнет. И волосы мягкие, шелковистые. Ну и бальзам тоже роскошный, шикарный. Он напоминает маску. Во-первых, он очень густой. Единственная претензия у меня это к упаковке. Вот так приходится держать флакон, потому что в противном случае этот густой бальзам невозможно отсюда выдавить через вот такой дозатор, который вот так отщелкивается. Вот, в остальном бальзам волшебный. Также в открытии года хочу показать вот эту керамическую расческу для выпрямления и разглаживания волос от Дафни. Она мне очень-очень и очень нравится. Она бережно относится к волосам, она их не высушивает, она их не сжигает. Она поддерживает температуру 185 градусов, идеальную для выпрямления волос. Постоянная температура, она не колеблется. У меня есть отдельное видео, где я показывала эту расческу в действии. Если не смотрели, обязательно переходите по ссылочке в уголке экрана. Видео откроется в новом окне, и вы сможете посмотреть его после просмотра этого ролика. Хорошая, очень хорошая расческа. Единственное, ее минус – высокая цена. Но если задуматься, то в процессе эксплуатации она себя окупает, и то, что она относится бережно к волосам, это, конечно же, огромный ее плюс. И также в открытии для волос хочу показать вот эти вот расчески от Wet Brush. Сначала у меня появилась вот эта. Я подумала, ну, расческа как расческа, обычная массажка. Но оказалось, что она очень мягкая, очень бережная к волосам, и она легко распутывает даже колтуны на волосах, и при этом она их не выдергивает. Поэтому, когда я увидела, что на сайте iHerb появилась эта марка, вот такие вот веселенькие расчесочки, я решила своей дочке заказать. Вот такую яркую желтую, и она с удовольствием причесывает свои волосы, тем более они уже не стали длинненькие. И тоже порой бывают такие колтуночки, узелочки. И вот с помощью этой расчески они прекрасно расчесываются, распутываются, и она очень довольна. Обычно дети с длинными волосами, они не очень любят причесываться, а она полюбила эту расческу. Поэтому советую обратить на нее свое внимание. И волосы она не электризует. От волос переходим к телу. И в течение года я попробовала много всевозможной косметики для тела, но сейчас хочу показать вам самое-самое. И первое, это, конечно же, крем для ног Силапант с пантогематогеном и бальзамом Шостаковского. Кстати, в состав этого крема также входит мочевина. Крем для ног, скажете вы, что в нем может быть особенного? Конечно же, радует бюджетная цена этого крема. Состав хороший. Мочевина, она замечательно смягчает огрубевшую кожу. Если есть натоптыши, она их со временем прям вот смягчает и практически ничего не остается. Кожа мягкая, увлажненная. Если есть какие-то трещинки на ступнях, то бальзам Шостаковского, который входит в состав, все это тоже заживляет. Поэтому крем замечательный. И еще один плюс, который я выявила, если есть склонность к появлению неприятного запаха. А ножки у нас в зимней обуви у всех потеют. В летней тоже случается. Но вот в зимней особенно. Этот крем борется с неприятным запахом. То есть буквально один-два раза намазали и все. Забыли, что такое неприятный запах от ваших ножек. Поэтому советую попробовать. Также последние 4 месяца я принимаю ванну практически каждый раз с морской солей. Поэтому этот продукт тоже стал для меня открытием. Ну не могу сказать, что открытием. Я и раньше частенько пользовалась. Но не так часто, как в этом году. Поэтому вот морская соль это просто best of the best. Кожа замечательная, подтянутая, упругая и снимает напряжение в мышцах. Поэтому тоже рекомендуем теплые ванны с морской солью. И еще сейчас многие кремы для тела отошли для меня на второй план. Потому что я очень полюбила делать массаж. Порой самомассаж. Именно проблемных зон. И я использую масло. В большом количестве я сейчас заказываю вот такое масло от Nau. Потому что мне очень нравится качество этого масла. Сейчас я вам показываю бутылочку абрикосового масла. Большой объем. Потому что оно очень хорошее. Оно не жирное, не липкое. Оно быстро впитывается в кожу. Но с ним очень хорошо делать массаж. То есть прям вот рука скользит замечательно. И при этом, как только вы закончили, оно благополучно впиталось в кожу. И вы можете ложиться в кроватку спать. И не переживать, что прилипнете к простыне. Я его обогащаю эфирными маслами. Но для антицеллюлитной практики, конечно же, лучшие масла это масла цитрусовых. Сейчас в планах у меня еще купить эфирку грейпфрута. У меня уже есть апельсин и лимон. Девчонки, это просто волшебные какие-то масла. Они так пахнут натурально, так приятно. Как будто вы чистите цитрус. Если апельсиновое, то апельсиновыми корочками. Если лимонное, то, соответственно, лимонными. Настолько приятное. Я давно не встречала такого натурального эфирного масла. Поэтому все, что у меня было до этого, я просто выбросила в мусорное ведро. Теперь только вот эти масла. Ну а дальше мы с вами переходим к лицу. И первое, с чего я всегда начинаю свой уход за лицом, это очищение кожи. Снимаю макияж. И, конечно же, не могу я не показать вот такую уже заюзанную салфетку, застиранную. Но эта салфетка замечательно снимает макияж. Она работает. Я ее стираю после каждого использования. Это салфеточка из микрофибры. Очень классная вещь, которая только с помощью теплой воды снимает макияж. Когда у вас нет под рукой, скажем, средств, необходимых для снятия макияжа, либо вам просто не хочется использовать. Намочили теплой водой. Все это дело сняли. Потом салфеточку постирали также теплой водой с мылом. Либо можно в машинку ее закинуть вместе с другими полотенчиками. И все. Она многоразово использована. Очень мягкая и работающая вещь. Я очень люблю такие штучки. И всем вам советую. Ну а если мы будем говорить про специальные средства для снятия макияжа, то по праву открытием считаю вот такую бюджетную мицеллярную воду с гидролатом лекарственных растений от ДНС. Наполовину я ее использовала. Я вам еще ни разу не показывала. Но поняла, что обязательно должна показать ее в этом видео. Из полезного в составе гидролат ромашки, гидролат женьшеня и гиалуроновая кислота. Очень хорошая мицеллярка, которая снимает макияж на раз-два. При этом абсолютно не сушит кожу вокруг глаз и не раздражает и не щиплет сами глазки. Замечательная. Присмотритесь. Стоит прям недорого, а очень хорошо работает. Дальше обычно я перехожу к очищению кожи всевозможными гелями и пенками. Но в последнее время я полюбила вот такие пенки. Не могу сейчас вам показать пенку от Силопант с молочной кислотой. С пантогематогеном, которая закончилась. Но в течение года, вы могли не раз ее видеть в моих видео, она очень бережная, очень мягкая. В то же время молочная кислота отлично очищает, отшелушивает кожу. А это очень и очень нужно, как ежедневная процедура. Поэтому умывание пенкой с молочной кислотой считаю замечательным. И еще в составе там у нее ментол, который немножечко освежает кожу. Это очень здорово. И вот эта пенка роза притиоза. Тоже я ее очень люблю. Второй флакон бережная, мягкая, нежная, кремообразная текстура. И не сушит кожу. И приятно пахнет розами. Я очень люблю всевозможные тоники и лосьоны. Много всего перепробовала. Но хочу выделить две вот эти новинки для меня. Один лосьон подешевле. Подешевле. Точнее очень бюджетный. Второй немного подороже. Это Кадали. Линейка Вина Перфект. Давайте по нарастающей пойдем. Сашель Биобаланс. Советовали мои зрители. Купила. Попробовала. Осталась очень довольна. Здесь 50 мл. Хороший состав. Много всего. И эфирные масла. Тоже гидролаты. И гиалуроновая кислота. Кальция. Пантатенант. Гликолиевая кислота. И каменное масло. То есть и увлажняет. И также одновременно отшелушивает. Использую вечером. После очищения. Прям наношу пару нажатий на дозатор. Здесь прям, знаете, такая водичка-водичка. С помощью пальчиков наношу вот так вот на все лицо. Очень хорошо увлажняет кожу. И подготавливает к дальнейшему нанесению средств. Приятно пахнет. И вообще хороший уход. Советую попробовать. И вот такая эссенция тоже мне очень нравится. На основе виноградной воды. Вообще линейку марку Кадали я очень полюбила в последнее время. И сейчас у меня много продуктов от одной марки в уходе. И работает эта косметика на мне. Тоже наношу прям вот буквально немножечко на руку. И утром после очищения кожи наношу на лицо. Кстати, опять же оставлю ссылку на видео, где я показывала свой уход прям шаг за шагом утренний. Поэтому если не видели, можете посмотреть. Хорошо увлажняет кожу и одновременно осветляет ее. То есть если у вас веснушки или пигментные пятна, то в процессе использования вы действительно заметите результат. Советую присмотреться. Я сейчас заказала себе еще второй флакон, чтобы она у меня точно была. В уходе за лицом непосредственном, я имею в виду кремы, сыворотки покажу совсем немного продуктов. И главное открытие года это вот такие кремы солнцезащитные от Кула с SPF 30. В принципе, это один и тот же крем, просто один из них без запаха. А второй санскрин с ароматом огурца. Но по факту пахнет чем-то средним между огурцом и дыней. Такой очень нежный, невесомый аромат. Очень люблю этот крем, несмотря на то, что здесь химические фильтры. Меня это совершенно не пугает, потому что кожу отлично увлажняет, не оставляет никаких вот этих вот белесых разводов, пятен, липкой жирной пленки неприятной. Быстро впитывается и хорошо защищает от солнышка. Я, кстати, в течение дня, ну если только не умываюсь, практически не обновляю этот крем. Как утром нанесла и до самого вечера. Если, конечно же, купаюсь, плаваю, потом лицо умываю пенкой, то крем заново наношу. А так с утра до вечера защищает мое лицо. И вообще ничего, я не замечаю негативного проявления от солнышка, то есть никаких пятнышек пигментных, ничего. Крем работает на 100% идеально. Поэтому, ну не знаю, могу ли я вам его советовать, я буду продолжать его использовать. Я даже на детках его использую, потому что защищает как никакой другой. Если я найду, конечно же, в этом году что-то достойное с физическим фильтром, то буду пользоваться. Но пока что это самое лучшее, что у меня было. Джеффри Джеймс сыворотка с гиалуроновой кислотой заказывал на iHerb. Косметика для веганов, не содержит продуктов животного происхождения. Здесь гиалуроновая кислота в составе. В общем-то, здесь только натуральные компоненты, без добавления продуктов нефтехимии и других консервантов. Замечательная сыворотка, которая хорошо увлажняет кожу, немножечко ее подтягивает. Но при этом, как от многих гиалуроновых сывороток, я не чувствую прям натянутости такой кожи, стянутости и липкой неприятной пленки. Наношу, хорошо увлажняет, мне очень нравится. И, кстати, я использую эту сыворотку в паре вот с этим кремом от этой же марки Джеффри Джеймс. Именно, знаете, как ночной вариант, потому что в креме содержится гликолиевая кислота, которая, опять же, отшелушивает и обновляет кожу. Крем сам по себе достаточно плотный, жирный, я бы сказала, даже какой-то маслянистый. Но когда вы его наносите на кожу, я его разогреваю сначала вот так на пальчиках немножечко, чтобы он стал потеплее и текстура не такая плотная. И дальше наношу на лицо. Делаю небольшой массаж. Крем буквально минут через 10 полностью впитывается в кожу. И на утро я вижу, что кожа с каждым днем все лучше, лучше и лучше. Во-первых, стягиваются поры вот на этой области, они у меня здесь расширенные. Кожа осветляется, становится более свежей, обновляется. И, в общем-то, какие-то морщинки, если у меня вдруг были, они тоже разглаживаются. Кто считает, что уход не работает, вы не правы. Уход работает, если его применять на постоянной основе. То есть, если не забывать о себе и ухаживать за собой, то вот вам, пожалуйста, вот такой ботоксный лоб получается, как многие мне пишут. Я не использую ботокс, я использую классный уход. Не подумайте, я не изменяю марки Андалоу, просто вот решила попробовать что-то новенькое. Все те кремы, которые я вам показывала ранее от Андалоу Нейчерлс, я очень люблю и буду продолжать ими пользоваться. Дополню то, что сказала ранее. Покажу вот эту маску. Это неинвазивная карбокситерапия. Набор содержит 5 масок на разовое применение и 5 шприцов с гелем-активатором. Маска работает во всех направлениях. Увлажняет, напитывает, подтягивает кожу. Защищает от появления прыщиков, воспалений, каких-то неприятностей других на лице. От покраснений. Даже призвано убирать второй подбородок. Не знаю, у меня второго подбородка вроде бы нет. То есть вот эту вот жировую прослойку подкожную тоже призвано с каждым разом уменьшать, уменьшать, уменьшать. В общем, супер маска. У меня также есть более подробное видео, где я рассказываю, как я ее использую. Это вторая упаковка. Обязательно буду продолжать ее покупать, потому что процедуры эти помогают мне не пользоваться услугами косметолога. Я пока считаю, что мне рано ходить к косметологу, делать что-то. Домашний уход вполне меня устраивает, помогает. И не зря мне пишут, что я делаю уколы красоты. Я их не делаю, но пусть пишут, значит мой ход действительно работает. Советую. Посмотрите на нее. Она, конечно же, стоит не бюджетно, но классный работающий продукт не может дешево стоить. Хотя есть у меня вот такой крем-гель для контур глаз силопант для питания и лифтинга с пантогематогеном. Этот крем стоит бюджетно, но он работает. Он хорошо увлажняет кожу. На летнее время замечательно подходит как универсальный крем. Сейчас в холодное время года, и если у вас кожа сухая, то увлажнений будет мало. По крайней мере, я жду наступления теплой весны, чтобы начать им пользоваться. Это второй тюбик. Первый я доиспользовала до последней капельки и даже в флакончик разрезала. Настолько мне понравился этот крем. Хорошо увлажняет, как уже сказала. Утром никаких отеков, мешочков, темных кругов под глазами. Поэтому присмотритесь. Недорогой, классный продукт и делает свое дело. Еще алтайская косметика Сошера Мед. Крем Сошель для век и губ. Также по настоянию своих зрителей взяла на пробу. Классный крем. У него текстура такая поплотнее, помасляничная. Немножечко бальзамная, что ли. Тающая на коже. Я использую этот крем как ночной. Потому что он хорошо питает, хорошо восстанавливает кожу, разглаживает ее. Хороший состав, бюджетная стоимость тоже очень радует. Кстати, многие пишут, что этот крем по эффекту схож, по текстуре и по всем параметрам похож на крем от Шосейда. Их легендарный крем для контура глаз. Я не пробовала крем от Шосейда, но могу сказать, что вот этот мне очень нравится. Также в этом году я попробовала вот такой крем и сейчас продолжаю им пользоваться. Это крем от Лохербер. Зеленая икра серия называется. Здесь очень много экстрактов растений. Также экстракт кактуса, опунции. Много всего перечислять сейчас не буду. Я, как всегда, лучше оставлю ссылочки под видео на каждый продукт. Там вы можете и с составом ознакомиться, и с отзывами, если таковые имеются. Я думаю, что полная информация всегда нужна о продукте. Не только то, что я говорю. Крем мне очень понравился. Он, с одной стороны, вроде бы и не жирный такой, не плотный. Но в то же время он очень хорошо напитывает кожу. Вот прям реально. Я его использую как ночной вариант. И утром я вижу результат. Кожа разглаженная, кожа увлажненная. И питания от этого крема хватает. Кожа для того, чтобы восстановиться. И не было вот этих гусиных лапок от сухости, которыми страдает моя кожа. Особенно в холодное время года и в период отопления. То есть кожа у меня в этом плане очень проблемная. И ее нужно прям сильно увлажнять, сильно питать. Такая нужна тяжелая артиллерия. И вот эти кремы, я их немножечко так чередую. Они действительно справляются. И сейчас в качестве утреннего ухода за контуром глаз, за кожей вокруг глаз, я использую вот такой крем от Кадали полифенол. Также вам его неоднократно показывала, хвалила. Тоже приятная такая плотненькая бальзамная текстура. Очень хорошо напитывает, увлажняет кожу. Но при этом никакой липкости, жирности не остается. Что я с удовольствием использую в качестве утреннего ухода. И на нем совершенно не скатывается косметика. Ну и напоследок несколько слов про красоту изнутри. Конечно же не забываю про организм, про свой. Спирулина. Беру эту марку Healthy Origins или Origins. Мне нравится соотношение цены и качества. Очень достойная спирулина. И вообще почитайте про спирулину. Как хорошо она воздействует на организм. Поэтому мы с мужем принимаем ее практически без перерыва. Коллаген. Для себя я выбрала вот такой Neo Cell. Он уже идет с витамином С. Коллаген рекомендуют принимать именно в комплексе с витамином С. По 6 таблеток натощак я принимаю. Либо 3,3 разбиваю с утра, вечером. В перерывах между приемами пищи коллаген нельзя сочетать с белковой пищей. То есть где-то минимум за 30 минут до еды принимаю. И почему я вообще обратила свое внимание на коллаген? У меня начали хрустеть колени. Особенно когда я поднималась и спускалась по лестнице. Был такой характерный хруст слышен. Боли еще не было. Но хруст меня уже начал немножечко напрягать. Такие первые звоночки. Поэтому начала его пить. Сейчас я принимаю уже третий курс. То есть 2 банки идут на курс. Дальше я делаю перерыв. 2-3 месяца. И заново начинаю. Перестали хрустеть мои колени. Все вы знаете, что я сейчас танцую в Тодосе. А там такие нагрузки у нас. Особенно на тренировках. Когда мы постоянно приседаем, садимся в плеве. И колени там задействованы, дай Боже. Но они не хрустят. Они, слава Богу, не болят. И я считаю, что это благодаря этому коллагену. Также в этом году для себя я открыла Ресвератрол. Сейчас у меня это Ресвератрол от Нао. Но до этого я несколько курсов пропила от Солгар. И Солгар нравится мне больше. Не могу сказать чем. Но вот мне кажется, именно капсулки Солгар работают лучше. Хорошо укрепляет сосуды. У меня были слабенькие сосуды на ногах. Сосудистая сеточка. Очень такая заметная. Сейчас я вижу, что она стала более бледная. Меньше этих звездочек. Поэтому считаю, что это заслуга Ресвератрола. И опять же свежесть кожи. Свежесть лица, с которым я просыпаюсь утром. Не только заслуга кремов, а также я считаю, что Ресвератрола, который я принимаю внутрь. Ихиноцей это тот продукт, который должен быть у меня всегда. Самое любимое сейчас. Вот это, наверное, как раз таки есть открытие. Именно Ихиноцей Nature's Way с витамином С. В комплексе с витамином С работает вообще убойно. То есть любую заразу убивает на повал. Во всяком случае, если вдруг я даже уже заболеваю, принимая вот эту хиноцею, все проходит прям вот так вот поверхностно, легко и быстро сходит на нет. Не приходится даже прибегать к каким-то таблеткам из аптеки. И детская хиноцея, которая также всегда у меня есть. И она тоже очень часто приходит нам на помощь. И напоследок, Новопан номер 4 для растущего организма с кальцием и витамином D. Я уже неоднократно рассказывала, как этот продукт помог моему ребенку восстановить ногти, которые прям вот развалились практически в хлам у него. Сейчас у него нормальные, слава богу, крепкие ноготочки благодаря вот этому препарату. И еще, недавно в комментариях мне моя зрительница написала, что хочет заказать вот этот препарат, потому что у ребенка проблемы с эмалью. То есть такими пятнами она идет. И вы знаете, мне тут прям вот как током шабануло. Я вспомнила, что у моего сына точно такая же проблема была. И мы к стоматологам не раз обращались за помощью. Даже капы он со специальным гелем носил. Специальную пасту ему покупаем, чтобы он чистил для минерализации зубной эмали. Но помогало, но мало, слабо. А тут недавно мы были у стоматолога. Осмотрела она его зубки и говорит, ну надо же, смотрите, как классно. Все совершенно по-другому. И в общем-то зубы уже в хорошем состоянии. Посмотрите на эмаль. Я обратила внимание, действительно нормальная эмаль. Вот без этих пятен. Оказывается, новоплан еще и в этой области работает. Поэтому прям супер продукт оказался. Если у вас проблемы с ногтями, с эмалью, ну присмотритесь. Натуральный продукт. Мясо алтайского морала с растительными добавками. Мясо алтайского морала сухое. Ортофосфат кальция. Экстракт лопуха сухой. Бета-каротин. Витамин С и витамин Д. Принимать по одной капсуле 3 раза в день на протяжении 3 месяцев. Это полный курс, в течение которого проблема полностью сходит на нет. Так что советую от всей души, от всего сердца. Попробуйте. На этом свою первую часть видео про уход я хочу закончить. Видео получилось длинным, но я думаю, что вы меня простите. Потому что хотелось более подробно рассказать о всех своих классных находках и открытиях в уходе. Если я была для вас полезна, поддержите меня, пожалуйста, пальчиком вверх. Мне будет очень приятно. Ну и, конечно же, если есть какие-то вопросы и пожелания, пишите их в комментариях. С удовольствием пообщаюсь с вами. Всем пока. Увидимся с вами во второй части. Надолго не прощаюсь. До новых встреч.